всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду от солнышко закроется вашего позволения я сейчас нахожусь около магазина мысль масс реклама щитах у меня за спиной подъехал для того чтобы прикупить здесь мяско большое желание найти у нас приближается новогодние праздники большое желание найти в магазине поросенка под новый год испанцы очень часто готовят целиком порося запекают но делают это не как принято в русскоязычной или российской традиции или постсоветской то есть не фаршируют его а просто берут и запекают целиком смотрите кстати говоря есть даже очень такой крутой ресторан черное сколько ли существует по моему уже больше сотни лет там в дровяной печи его готовят я даже видел ролики такие на ю тубе и на сайте этого самого ресторана показано у меня тоже есть дровяная печь вот такого типа сейчас вам покажу и я хочу приготовить именно так так что пойдем и посмотрим что там есть кто-то паровой а качи истин тиро ламит это не густаре интера и качи и про фавор интера возьму для новогоднего стола попробую приготовить готовить я буду в печи вы увидели а сделана печь я тоже показывал в отдельном ролике и не не забуду ссылочку поешь в описании я покупал мне везли из-под мадрида вот такую вот глиняную скорлупу и вокруг нее уже и готовил свою печь то есть я не покупал вот такие вот готовые штуки почему не покупал пойдемте посмотрим что они себе представляют вот диаметр 110 она выложена из кирпича но основание видите обычная плитка эта плитка естественно температуру держит плохо очень быстро растрескивается к тому же эта печь не утеплена соответственно смотря на толщину стенок в кирпич она прогреваться будет сравнительно быстро но и остывать также быстро поэтому это надо утеплять и получается платишь за красивый внешний вид а после этого нужно еще толстяны слой утепления сделать если брать вот такие глини скорлупки их утеплять получается дешевле но если кому-то не заморачиваться или берет для того чтобы готовить только исключительно летом и быстро тоже неплохой вариант взяли поставили ее целиком и все такие будет основание вот а вот это вот сделано уже вроде получше с утеплением увидите вот этот глины основания вот он будут стенки это сделано более прилично и дымоход уже сюда выведен но это тоже все равно надо утеплять дополнительно короче все показал поехали уже домой готовить ну что я как вы видите подготовился уже все разложил печка уже протопилась можно приступать сначала несколько слов в принципе об этом рецепте я вроде не сказал дело в том что таким способом какой сегодня показываю приготовленный поросенок это очень древние античные как говорят испанцы блюда весь мой опыт поедания поросят это по сути всего лишь один единственный случай я был совсем маленьким пацаном может четыре может и пять было мы с родителями были у бабушки в хадыжинске и там родителям что тут захотелось приготовить и там я первый раз так увидел они купили молочного поросенка нафаршировали его кашей запекли я попробовал мои детские впечатления ничего особенного то есть настолько ничего особенного что вообще потому что поросенок таким способом приготовленный был очень мягкий конечно очень нежный но это даже по вкусу не было похоже на мясо он настолько еще не набравший вкуса что я длительное время фактически до седых волос и до плешей дожил а его не попробовал ну и собираюсь приготовить по крайней мере вот таким способом как видел вот он поросенок это молочный поросенок ему меньше трех месяцев судя по тому что написали он прекрасно как вы видите разделан вот он замечательный такой он весь беленький чистенький значит что нужно сделать в качестве подготовки его нужно выложить вот в такую форму глиняную обязательно переложить палочками чтобы шкурка поросенка не касалась дна чтобы форму его и цвет хороший был залить водичкой на один палец и можно готовить так давайте мы его этого красавчика вот сюда вот он красавчик значит воды как я сказал нужно налить приблизительно на палец вот так и посолить посолить крупной каменной солью посолить совсем немного значит по внутренностям и отдельно как говорят в этом ресторане нужно присолить вот эти вот места то есть место где ножка переходит в открытую часть вот именно вот эту зону сала не знаю чем уж это так важно но буду следовать рекомендациям рестораторов и здесь и здесь собственно все на этом подготовительные процессы завершены сейчас его нужно убрать в печь температура 180 градусов время запекания полтора часа поехали вот так вот так вот ну на этом у меня все перерыв полтора часа через полтора часа встретимся полтора часа прошло пора вытаскивать и проводить следующую процедуру вот такой вот пятачок красавчик какой его надо аккуратно перевернуть вот так вот уложить и теперь шкурку старательно смазать свиным жиром я его отдельно купил это делается для того чтобы шкурка стала во-первых хрустящая во-вторых блестящая и красивая вот так везде полностью вот и до и на ушки тоже и ушки и даже пятачок вот и теперь ушки потому что у них мало жира и хвостик нужно обернуть фольгой ну чтобы они не сгорели там в печи так так и вот так а вот на хвостик наверное никто из вас в сауне шапочку не одевал да мужики все ну водички здесь вполне достаточно отправляю еще на 45 минут в печь сейчас температура там уже упала и она там приблизительно 150-160 градусов значит 150-160 градусов 45 минут поехали так ждем еще 45 минут прошло и наконец таки можно все попробовать как какая красота смотрите с одной стороны подгорела шкура слишком много углей рядышком было вот эта вторая ничего так надо приноравливаться к печи обязательно в этом испанском ресторане да и в принципе в роликах на ютубе показывают что поросенок хорошо приготовился и пропекся если его можно разделить тарелкой что я собственно и попробую сделать да еще очень важный момент нужно чтобы шкурка хрустела чтобы такая звонкая была ну по моему хрустит да? да шкурка готова давайте пробовать ну вроде получается смотрите вот он делится даже ножей не нужно ножей самура спонсору благодаря которым я и купил этого замечательного поросенка ну и давайте попробуем вот эту вот ножку здесь оторвать кусочек смотрите все буквально разваливается на части какая красота пахнет свининой хорошо пропеченный тонкий мягкий запах это очень вкусная свинина это очень мягкая это нежная тоненькая так что здесь со шкуркой здесь со шкуркой хрустящей безумно жалко что я не уследил на счет углей на одна сторона поросенка вот подгорела шкурка шкурка очень вкусная хрустит нежная мягкая вы знаете наверное этот вариант приготовления поросенка во первых гораздо проще во вторых ну на мой вкус ярче и лучше чем тот фаршированный и в принципе возможно на новый год я буду разоряться и приобретать этого поросеночка для того чтобы запекать его в печи смотрите вот вам еще какая шкурка хрустит это празднично это очень нежно это вкусно к этому наверное хорошо будет какой-нибудь тоже простой гарнир обязательно может быть с хреном с хреном с квашеной капусты рядом подать чтобы яркости придать а так мясо просто тает по вкусу кстати напоминает очень сильно паркетту помните я вам показывал если не помните вот здесь ссылочку повешу да наверное ближе всего к паркете очень тонкий нежный вкус короче вот такое блюдо возможно его можно повторить в духовке если вы только найдете настолько маленького поросенка чтобы он влез в духовку никаких сложностей я здесь не заметил в приготовлении спасибо вам за компанию спасибо компании самому раз за спонсорство и за в результате возможность поедания такого поросенка все таки он дороговат всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok